Музыка Что вы знаете о музыке? Как вы понимаете выражение «Наполним музыкой сердца»? Конечно, для каждого из нас музыка имеет особое значение. И сегодня на уроке вы узнаете о великой музыке, о сильных людях. Вы сможете строить высказывания для объяснения своих идей, чувств, мыслей, используя художественно-выразительные средства. Сравнивать чувства, поведение главных героев в различных ситуациях. Составлять план на основе выявления последовательности событий и деления произведений на части, а заглавливать каждую часть. И наш урок я хочу начать с путешествия к великому музыканту, к великому композитору Петру Ильичу Чуковскому. Это русский композитор, педагог, дирижер и музыкальный критик. Наследие Чайковского представлено разными жанрами. Это 10 опер, 3 балета, 7 симфоний, 104 романса, симфоническое произведение и многое другое. Его творчество – это ценный вклад в мировую музыкальную культуру. И сейчас я предлагаю послушать отрывок из произведений Чайковского «Времена года». И сегодня мы с вами продолжим работу с произведением. Короленко «Слепой музыкант». Короленко Владимир Галактионович – писатель, журналист, публицист, общественный деятель. В 1886 году произошло его знакомство с Львом Николаевичем Толстым. Работа над повестью «Слепой музыкант», публикация ее в «Русские ведомостях», избрание в члены общества любителей российской словесности. В книге «Слепой музыкант» Короленко пишет о жизни слепого человека с первых дней его жизни. Слепые – особенные люди, которые благодаря своей воле не сдаются, стараются жить в мире зрячих людей. Важно, чтобы у человека был стержень, который не позволил ему упасть духом. Подумай, для чего создан человек? Человек создан для счастья, как птица для полета. Или человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него? Правильно! Человек создан для счастья, как птица для полета. И только сам человек решает, насколько будет счастливым его судьба. Давай с тобой поработаем со стратегией двухчастный дневник Я предлагаю тебе поразмышлять над цитатами, которые, надеюсь, затронули тебя Первая цитата Ребенок родился слепым Кто виноват в его несчастье? Никто Когда читаешь эту цитату, кажется, что жизнь закончилась Ведь человек лишился самого главного зрения Как жить дальше? Но оказывается, чудо происходит И читая дальше произведение, мы сталкиваемся с другой цитатой Дядя Максим убеждался, что природа, отказавшая мальчику в зрении, наградила его талантом Наблюдая за мальчиком, видя, как он чувствует природу, он понял, что племянник одарен Одарен большим талантом, навыком умения слышать других И в конце произведения нам попадается следующая цитата Да, он прозрел На месте слепого страдания он носит в душе ощущения жизни Он чувствует и людское горе, и людскую радость Он прозрел И действительно, умение слышать и передавать свои чувства с помощью музыки Открывает душу других людей Открывает сердца других людей И это чудо Нужно научиться быть милосердными к окружающим Человечными, терпимыми к человеческому страданию И при любых обстоятельствах найти в себе силы и мужество Прожить достойную и полноценную жизнь И наш герой не сдается Давай рассмотрим таблицу Кто, что, где, когда и почему И давай подумаем Какую же роль в жизни мальчика сыграли мама и дядя Максим Давай вспомним начало произведения Мама что почувствовала, что с сыном что-то не так Где? В комнате Когда? При рождении Почему? Потому что у сына лицо было неподвижным и серьезным Казалось, ничего страшнее для матери нет, чем узнать, что ее сын слепой Но мы читаем с тобой произведение дальше И что же мы видим? Что дядя Максим увидел талант мальчика Где? На прогулке Когда? При наблюдении Почему? Потому что читал книги о педагогике и психологии И видел, насколько тщательно ребенок мог слышать звуки природы И какое впечатление эти звуки оказывают на мальчика А теперь давай поиграем с тобой в игру Восстанови последовательность и составь план Перед тобой строчки из произведения Твоя задача расположить эти строчки в нужной последовательности так Чтобы у тебя получился план По которому ты легко и быстро сможешь пересказать это произведение Давай проверим Первое. Ребенок родился в богатой семье Второе. Мальчик действительно слеп, но при том безнадежно Третье. Самый опасный забияка Четвертое. Странное сходство судьбы Пятое. Не стал бы напрасно говорить жестокие вещи Шестое. Он как будто вглядывался кончиками своих пальцев Седьмое. Глубокий обморок И восьмое. Природа, отказавшая мальчику в зрении, наградила его талантами Ты молодец. Ты справился с этим заданием А теперь давай подведем итог И закончим предложение Мне было интересно Потому что Сегодняшний урок научил меня тому Что Меня на уроке больше всего удивило Что Продолжи фразы Ты молодец. С этим заданием ты тоже справился А теперь оцените себя Перед вами три музыкальных инструмента Если у вас сегодня все получалось Вы легко справлялись со всеми заданиями Значит вы сегодня смогли сыграть на рояле Если вдруг в какие-то моменты Тебя затронули те события О которых ты сегодня услышал Или та информация Которую ты сегодня узнал Значит ты сегодня играл на скрипке Если во время урока Ты был чем-то возмущен Или чем-то недоволен Или что-то тебе было трудно Значит ты сегодня играл на барабане На этом наш урок подходит к концу Удачи тебе! До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует...